Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале в рубрике «Хочу все знать». Сегодня у нас пятничный расклад, и мы с вами будем разбирать тему честности. На следующий раз будем разбирать тему лицемерия. Я просто думала, что будет первично – лицемерие либо честность, но по идее я должна была этот расклад честности записать в Рождество, в Русское Рождество. Но я заболела, и поэтому расклад отложился. И тогда просто было не совсем уместно в праздник записывать расклад про лицемерие. Хотя первично хотела его записать. Но сейчас уже не имеет значения, какая разница, что будет первичным. И так и по-другому я запишу эти два расклада. Итак, сегодня тему честности будем разбирать. С вопросами мне помогла, как обычно, уже как обычно, Ольга, за что я ей благодарна. И к следующему раскладу – это тот человек, который помогает мне составлять каркас вопросов. Потому что иногда бывает так, что моя голова как-то замыливается, и я не могу что-то конкретное как-то определить, сформулировать вопрос. Поэтому взгляд со стороны мне всегда помогает. У нас с вами будет сегодня 10 вопросов. Наверное, к следующему разу я сделаю их меньше, чтобы не был такой большой расклад. Но все равно, коль мы разбираемся, пускай будет и 10 вопросов. Работать будем на колоде неба и земля. На следующий раз я буду работать по колоде Матхауса. Лицемерие прям очень хорошо там будет отображено. Значит, 4, 6, 8, 10. 10 карт. Надеюсь, слышно меня будет хорошо, потому что я в последнее время стала разговаривать намного тише. И, знаете, это, не знаю, то ли это фишка, то ли это какой-то магнит для мужчин. Стали меня воспринимать более женственно, что ли, более мягко, в силу того, что я перестала разговаривать очень громко. А перестала разговаривать, потому что это какое-то внутреннее такое состояние после ковида. Итак, давайте приступим. Первый вопрос. Как обычно, задаем поясняющий вопрос касательно той тематики, которую мы с вами разбираем. В данном случае это честность. Что такое честность? Девятка педаклей. Девятка педаклей, знаете, это, скорее всего, такое очень интересное состояние, когда оно больше как-то как-то внутреннее, да? Это, как это, скорее всего, интровертное, да? Это внутреннее состояние ощущения себя психологически зрелым человеком. Девятка педаклей – это карта состоятельности внутренней, причем именно это психологическое состояние. Это не столь финансовое. С другой стороны, когда финансовое положение каждого человека стабильное, и оно его удовлетворяет полностью, то у человека спадает уровень тревожности, да, какого-то страха, и отсюда появляется вот эта вот внутренняя уверенность. Поэтому на вопрос, что такое честность, я бы сказала, это внутреннее состояние расслабленности. И оно является следствием того, что именно внешние какие-то показатели, и внешние показатели в материальном плане, они более чем удовлетворяют человека. То есть когда человек не переживает о том, что ему поесть, где ему жить, где ему спать, как ему покрыть свои потребности, потому что девятка педаклей – это архетип человека, за плечами которого очень большой багаж, очень много знаний, но при этом присутствует стабильность. И здесь, знаете, вот эта вот честность – это в некой степени уверенность. Уверенность в себе. А уверенность, она приходит, с одной стороны, с опытом, с другой стороны, когда у человека проработаны его внутренние страхи, то есть есть полное доверие. Отсутствие страхов – это показатель краски доверия, полное доверие именно как себе, так и внешнему миру. Поэтому девятка педаклей здесь в позиции, что же такое честность, я бы сказала, как, знаете, зрелая такая психологическая личность. Я не говорю о том, что нету, либо полностью отсутствуют какие-то страхи, но здесь, знаете, здесь есть понимание, по крайней мере, причин, почему я тревожусь, да, либо за что я тревожусь, если вдруг такое всплывает, и нету вот этого состояния закрыться, убежать от проблемы, а есть как раз-таки вот это вот состояние, что окей, еще одна задача на моем пути, я смогу с ней справиться. Поэтому честность – это, скорее всего, каким-то образом, пускай напрямую не отвечает на вопрос, девятка педаклей, что такое честность, но, по крайней мере, она показывает уверенного в себе человека и доверяющего, доверяющего себе и Вселенной. Вселенной, потому что я доверяю себе, а себе я доверяю, потому что я знаю себя, да, потому что я четко понимаю, кто я, что я, почему я так поступаю. То есть здесь вот составляющая, скорее всего, честность – это составляющая нескольких параметров, которые придают вот эту вот уверенность, да, и, ну, а если взять с логической точки зрения, то человек, который уверен в себе, то, безусловно, у него нету потребности, да, где-то кого-то обманывать, потому что все-таки обман – это некий страх, да, это защитный какой-то механизм. Поэтому честность – это, скорее всего, про зрелую психологическую, психологически зрелую именно личность, которая хорошо стоит на своих ногах, полностью уверена в себе. Это человек, который имеет знания, но при этом девятка педакли всегда показывает интровертность. Здесь человек, который ставит себя в первую очередь на первое место, и он, знаете, здесь такая вот, не то чтобы двоякость присутствует, оно одновременно некое такое закрытие, да, от людей, но не в состоянии того, что я боюсь, да, внешний мир, поэтому я закрываюсь, а, скорее всего, просто я делаю акцент больше на себя, на свои какие-то потребности, удовлетворения, на ценность себя, то есть я ставлю себя на первое место, и по необходимости, да, я начинаю взаимодействовать с другим миром, с внешним миром, то есть здесь нету такого вот полного, знаете, открытия, что я открыт всем. Нет, здесь такого нету. Но здесь есть вот, скорее всего, в первую очередь честность самим собой, и потом, то есть я ставлю себя, здесь ценность себя очень ярко выражена по девятке педакли. Для чего нам нужна честность? Аркан-колесница. Честность нужна для достижения своих каких-то целей и для, вообще для движения, движения по жизни. Аркан-колесницы, если я не буду сейчас уходить в более топкие философские понятия данного аркана, а скажу в более понятном таком языке направление честность, а это некий способ, инструмент достижения, с одной стороны, своей цели, а с другой стороны, движения вот именно по жизни в мире двойственности, потому что здесь два сфинкса изображены, один черный, другой белый. Согласно теории Платона о душе, эту теорию очень подробно я рассказываю в своем курсе Гермеса Тресмиеста Пимандр. Кто еще не покупал этот курс, напишите мне на почту. Либо можно будет почитать о нем по ссылке под этим видео «Мои услуги». Так вот, Платон там как раз-таки очень подробно рассказывает о том, как проявляется душа, да, три ее части. И вот здесь, отвечая на вопрос, для чего нам нужна честность, знаете, как некий серфер, который встает на гребень волны для того, чтобы двигаться по жизни в мире дуальности. А для чего, почему именно для движения по жизни я хочу? Точнее, почему именно для движения, да, по жизни? Аркан умеренности для того, чтобы, знаете, вот как-то балансировать, для того, чтобы быть, скорее всего, в равновесии. Между чем и чем нам здесь нужно балансировать? Ну, прям великие арканы выпадают. С одной стороны, мы балансируем между своим выбором. Кстати, аркан влюбленный, он тоже говорит про оценку, про анализ ситуации, да. То есть, опять-таки, присутствует некая двойственность. С одной стороны, между выбором, я бы сказала, да, что нам делать, куда нам двигаться. А с другой стороны, здесь идёт про лёгкое отношение. То есть, знаете, как-то с одной стороны, как будто бы определиться то, что я хочу в этой жизни, да, то есть осознать, что мир дуален. И единственное, что мы делаем, это каждый раз выбираем для себя какой-то вот свой путь, да, либо свои какие-то действия, поступки. А с другой стороны, не погружаться очень глубоко во всё это, да, потому что тройка кубков, она всё-таки говорит про лёгкость, она говорит про праздник. А ещё тройка кубков у нас говорит за наше окружение, да, известное всем выражение «покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот здесь, скорее всего, честность помогает нам выбирать наше окружение, помогает нам в дальнейшем пути именно познанием дуальности этого мира. И, скорее всего, познание идёт через окружение. Это наши, это не родственники, это наши партнёры, это наши друзья, это наши коллеги, соседи, то есть здесь нету родственных связей. Поэтому честность нам помогает, скорее всего, при коммуникации, взаимодействии с другими людьми и выборе этих людей, да, то есть кого мы берём в своё окружение, кто будут те люди, которые будут нас окружать, с помощью которых, знаете, опять-таки, как инструмент мы сможем познать этот мир. Здесь вот как-то так идёт. Легко ли быть честным? Двойкопендаклей. Нет, здесь нет. Здесь, опять-таки, знаете, вот у меня всё время идёт такое ощущение некого лавирования, да, как будто бы вот присутствие некой такой гибкости. Очень напоминает движение змей, да, такое зигзагообразное, но при этом продвижение вперёд, то есть отклонение влево-вправо, влево-вправо, потому что змея не идёт по прямой, да, она вот как-то так зигзагообразная. Но при этом каждое отклонение не останавливает её от дальнейшего движения. То есть каждый изгиб, да, у змеи, он всё равно как-то вот помогает, как толчок, да, продвигаться. Казалось бы, визуально, что она отклоняется всё время от своей какой-то цели, да, от движения вперёд. Но вот при этом именно вот эти вот изгибы, да, именно вот эти вот отклонения, они помогают ей двигаться вперёд. Так здесь примерно по двойке педаклей в контексте бесконечности, да, примерно идёт то же самое. То есть быть честным не так, не то чтобы это легко или нелегко, я бы сказала, что это зависит как раз-таки от уверенности, потому что двойка педаклей, она также нам говорит о двойственности, о двойственной какой-то ситуации и неуверенности в себе. А мы сказали, что честность – это характерная, скорее всего, черта, людей, уверенных в себе, да, то есть что, те, которые говорят, а что мне терять? Вот как раз-таки когда есть, что терять, да, когда человек не уверен, тогда вот он начинает как будто бы адаптироваться под ситуацию. Поэтому легко ли быть честным? Здесь зависит от, я бы сказала, с одной стороны, от того, что есть ли что человеку терять или нет, а с другой стороны, здесь вопрос напрямую с самооценкой. Насколько здесь человек умеет балансировать? Поэтому однозначно сказать, что легко, либо тяжело – нет. Здесь, скорее всего, все зависит от настроения, от самооценки человека. Так, следующий вопрос. Что мы теряем и теряем ли что-то, говоря правду, когда мы говорим правду? Опять-таки, сразу хочу уже отчинить, что правда – это чисто субъективное восприятие ситуации. Но есть и истина, которая равна, то есть ее воспринимают абсолютно все люди одинаково. А вот правда – она у каждого своя. Поэтому что мы теряем и теряем ли что-то, говоря правду? Давайте посмотрим. Теряем ли что? Опять-таки, шестерка мечей. Смотрите, здесь все карты у нас говорят про движение, про путешествия по жизни, состояние нашей души, путешествия, познания, продвижения вперед. Если мы теряем что-то, то мы теряем, с одной стороны, контроль над ситуацией. Вопрос ответственности. Здесь не контроль, а, скорее всего, а ответственность. Потому что в шестерке мечей женщина с ребенком, сидящей в лодке, она полностью доверяется лодочнику. То есть она перекладывает, передает ответственность за то, как он их поведет к другому берегу. То есть она находится в полной пассивности. Поэтому что мы теряем, когда говорим правду? Во-первых, мы можем потерять ответственность. Ответственность за свою жизнь. То есть мы либо ее перекладываем, либо мы ее держим, берем, скорее всего. А с другой стороны, как-то вот здесь вот дальнейшее движение. То есть насколько мы сможем... Здесь, поскольку здесь мечи, знаете, здесь показатель умения решать сложные задачи. То есть умение использовать логику и свой разум для достижения какой-то цели, конкретной цели, может быть. Но однозначно для движения вперед. Что мы еще теряем, когда мы говорим правду? Ну вот королева Жезлов. Кстати, королева Жезлов, она не то, чтобы она не говорит правду, она, скорее всего, не договаривает. И королева Жезлов не показывает свое не то, чтобы настоящее лицо, а вот полное, скорее всего. То есть полностью она никогда не раскрывается. У королев Жезлов есть всегда что-то скрытое, что-то она не договаривает, она не обманывает, но она может показать правду именно чисто субъективно обыграть ее таким образом, чтобы, знаете, не соврать, но и при этом не сказать полностью все, не открыться другому человеку. Здесь, скорее всего, что мы теряем, я бы сказала, что мы теряем какая-то вот все равно здесь выгода присутствует. Знаете, одно, еще раз скажу, одно дело, когда ты обманываешь, а другое дело, когда ты что-то не договариваешь, что-то умалчиваешь. Вот здесь страх, вот все равно присутствует какой-то, вы знаете, страх полностью открыться, полностью довериться, как будто бы теряешь контроль здесь. Хорошо, давайте посмотрим следующий вопрос. Ситуации, в которых нам не под силу быть честными. Знаете, здесь интересно, так выпадают карты, все двойственные, двойка мечей. В каких ситуациях нам не подвластна честность, когда мы не можем говорить правду. Здесь только в том случае, когда, я просто повторюсь и скажу, в том случае, когда мы не уверены, в том случае, когда у нас есть сомнения, потому что двойка мечей, аркан, говорящий о двойственности, о том, что у человека внутри есть, так же, как и по двойке педакли, есть некие такие сомнения. Я не могу примирить две какие-то, либо два каких-то решения внутри себя, либо два мнения. Здесь, когда человек за что-то тревожится, по какому-то поводу тревожится, может беспокоиться, здесь, когда человек не может определиться, вот отсутствие определения, это вот скорее всего та ситуация, когда человек не может быть честным. Ну вот, к примеру, иногда бывают такие серьезные ситуации, когда один человек, например, болеет, и ты очень серьезно, может быть, даже смертельно, и тебе нужно сказать правду, например, второму человеку об болезни, но при этом ты как-то не можешь, потому что понимаешь, что, например, человеку, которому нужно принести эту негативную новость, она может причинить ему, я не знаю, какую-то душевную травму. И вот ты с одной стороны понимаешь, что тебе нужно сказать эту новость, а с другой стороны ты понимаешь, что ты можешь причинить еще больше трудностей, либо какую-то боль другому человеку. И вот у тебя возникает такая сложная ситуация, как же быть, да, быть честным, сказать эту правду, либо не сказать эту правду, эту информацию. Вот здесь вот примерно такие ситуации, когда мы не можем быть честными. Есть ли еще какие-то ситуации, когда мы не можем быть честными? Ну, выпадает аркан отшельника. Скорее всего, опять-таки, кстати, аркан отшельника, он тоже говорит о внутреннем определении. Здесь ключевое не внешние какие-то факторы, а наше внутреннее ощущение, наше внутреннее определение своего пути. То есть, куда я пойду, да, что я хочу. Здесь некий такой внутренний выбор, да, если я скажу это, то что я получу как следствие. Да, помните, у нас здесь выходила королева Жерзлов, говорящая о том, что есть некое сокрытие информации. Что-то человек не договаривает. И здесь могут быть такие ситуации, когда мы, может быть, не видим всю картинку полностью, потому что, опять-таки, отшельник – это карта больше интроверта, человека, который отстраняется, да, от решения, возможно, какой-то ситуации. И здесь тоже я могу сказать и про ответственность. То есть тогда, когда мы не хотим брать ответственность, либо за ситуацию, либо за свои слова, либо за какие-то свои поступки, мы их перекладываем. Либо, когда здесь ситуация, когда мы убегаем от чего-либо, да, когда мы закрываемся в себе, некое такое, некое избегание, да, может быть, игнор какой-то ситуации. Здесь такие моменты тоже могут быть. Хорошо. Какое влияние оказывает честность на развитие общества? Какое влияние? Аркан звезды – создание, создание идеалов, да, опять-таки, это то, что дает обществу надежды на то, что не все потеряно, да. Аркан звезды, так же, как и аркан колесницы, у нас говорит про достижение цели. Только если по колеснице у нас идет какие-то такие земные, да, достижение земных каких-то целей, конкретно цели полагания, то есть прописывание планов и дальнейшее движение, то вот по аркану звезды здесь тоже достижение каких-то целей, но здесь уже больше не материальный план идет, а именно наше духовное состояние, да, наше состояние нашей души, внутренний зов, да, куда нас это ведет. Есть какие-то нравственные моменты по этому аркану. Поэтому, как честность влияет на наше общество, скорее всего, оно просто помогает ему не развалиться, не опуститься, да, напоминает о том, что есть какие-то более высокие, ну, моральные, нравственные моменты в этой жизни, да, которые помогают нам оставаться людьми в первую очередь, да, и не падать так низко. это с одной стороны, а с другой стороны ведет, ведет нас, опять-таки, повторюсь, и скажу, по жизни, потому что аркан звезды это все-таки путеводная звезда, ну, путеводная звезда для нашего душевного состояния, чтобы мы не разрушили полностью и окончательно свою душу. еще спрошу, какие влияния, какое влияние оказывает честность на развитие общества, пашкубков, а знаете, как-то, может быть, воодушевлять каким-то образом, может быть, помогает реализовывать какие-то свои мечты, идеи. Здесь вот общее состояние того, что у меня идет, знаете, вот как-то вот успокаивает, да, что ощущение того, что не все потеряно, вот какая-то такая энергия, очень чистое, вот прям чистые побуждения какие-то, чистые намерения, некий фильтр, что ли, того, что как правильно, как надо, но не в контексте жестких каких-то рамок, а вот именно в контексте, что так будет лучше, так будет лучше для нашей души, для наших, для нас сами, знаете, вот хочется сказать, как так будет лучше для нашей совести, вот чтобы спать спокойно, чтобы совесть не заела, вот здесь что такое, потому что внутреннее, да, все равно как-то что-то будет тебя сгрызать, внутреннее как-то не даст покоя, так, а чем, чем она наполняет нашу жизнь, здесь подразумевается честность, да, чем она наполняет, скорее всего, что она нам дает, да, чем она нас наполняет, тройка мечей, чем она нас наполняет, главный урок по тройке мечей, это умение сопереживать, это умение сочувствовать другому человеку, дайте, то есть, как-то, такое выражение не очень красивое, да, не о скотинеце, да, то есть, не перестать быть человеком, наполняет какими-то, хочется сказать, какими-то такими качествами более, здесь не про боль, нет, здесь наоборот противоположное, то есть, наполняет тем, что мы можем как-то вот понимать нашего собеседника, мы приближаемся, вот именно душевный интим какой-то, да, то есть, вот эта вот близость, именно не на уровне физики, а на уровне души, то есть, не отстраняться, здесь вот как будто бы, знаете, человек эгоистичен, он зацикливается на себе, а здесь вот как будто бы помогает убирать это, потому что тройка мечей, все тройки у нас находятся на древе жизни в бине, а бина это сфера, которая дает нам форму, и одна из ее качеств это скорбь, то есть, когда человек умирает и покидает свое физическое тело, да, то наступает момент перепросмотра того, что он успел сделать за это воплощение, для того, чтобы провести анализ, так вот, в этот момент, особенно такие моменты даже бывают с клинической смертью, да, когда человек все-таки осознает после анализа, что не на то я трачу, да, не на то, как будто бы трачу я свою жизнь, то есть, как я помогаю своей душе развиваться, а иногда бывают такие моменты, что мы забываем о своем душевном состоянии, а больше акцент делаем на материальном, на достижении каких-то своих материальных целей, да, благости, я не знаю, там финансов, там дом, квартира, машина и так далее, то есть, забываем о своем состоянии души, и вот в такие моменты после смерти, да, это вот как раз-таки качество бины троек, что появляется вот этот вот скорбь, да, что я утратил возможность сделать акцент на развитие своей души, и поэтому при жизни как раз-таки мы должны помнить о том, что все-таки мы больше, как бы сказать, душа в теле, а не одно сплошное тело и физический план, конечно же, все зависит от уровня развития каждого человека, но все же, вот здесь нам честность, она как раз-таки помогает вот сочувствовать, да, приближаться и объединяться с душой другого человека, вот здесь вот какие-то такие близкие моменты, как бы вам это объяснить-то, интимные такие моменты души, знаете, иногда бывает так, разговариваешь с человеком, например, какой-то конфликт, да, и друг другу причинили боли, а потом наступает момент примирения по двойке мечей, да, когда все-таки ты осознаешь, что этот человек тебе важен в твоей жизни, и ты решаешься на откровенный разговор, и вот момент, когда ты открываешься этому человеку и объясняешь свою позицию, и при этом у тебя нету страха того, что меня как-то там не поймут, обидят, либо еще что-то, то есть тебе важно быть честным, открытым, и, то есть ты доверяешь самому себе и ситуации, в общем, что она все развернется в положительном ключе, независимо от того, будешь ты с этим человеком дальнейшим или нет, и вот в этот момент доверия, открытия, тебе придается какая-то вот внутренняя уверенность, сила, и на эту силу другой человек, ощущая ее, также открывается, и бывает, что после таких, ну, в кавычках, разборок, да, такого откровенного разговора, люди сближаются намного и объединяются намного сильнее, чем ранее, то есть они понимают, что у них намного больше качеств, которые их объединяют, нежели те, которых их разъединяют, так вот, здесь отвечая на вопрос, чем честность наполняет нас, вот как раз таки, вот этим качеством, да, чтобы не ранить себя в первую очередь, да, и не ранить, не причинить боль, и как-то вот злость какая-то, да, не ранить другого человека, то есть более как-то бережно относиться как к своей душе, так и к сердцу душе другого человека, здесь про это, умеем ли мы добиваться своих целей только честным путем? Король Пендакли? Знаете, я не знаю ответ на вопрос умеем или нет, но что это возможно, да, это возможно, то есть только честным путем добиваться, да, это реально, да, это будет очень медленно, потому что мать Пендакли, она все-таки медленная, такая земная, но при этом это будет какой-то вот медленный рост, медленное развитие, здесь очень будет прочное такое становление фундамента по королю Пендакли, да, здесь с пасом, причем Пендакли, да, это и есть материя, это есть изобилие, это пик изобилия, это плодородие, это умение взаимодействовать с энергией для того, чтобы покрывать какие-то свои потребности в материальном плане, на вопрос умеем или нет, я скажу, не знаю, но на то, что это возможно, да, это возможно честным путем, здесь главное, знаете, ваше состояние и не опускать руки, здесь может быть такой момент по четверке кубков, когда ты устаешь, когда ты уже, знаете, какое-то пресыщение, потому что здесь, я говорю, путь, он такой долгий и трудный, ну, то есть с преодолеванием каких-то трудностей, сложностей, может быть, такие моменты, когда опускаются руки, то есть сталкиваешься с моментами, что вот если есть хитрость, то это проще, да, если есть какой-то обман, когда здесь кого-то обмануть, там пойти по головам либо еще что, то есть это быстрее, путь быстрее, проще и быстрее, а вот путь честности, он скорее всего сложный и долгий к построению, но при этом прочный, понимаете, здесь есть фундамент, здесь есть ценность, здесь есть внутреннее, вот это вот удовлетворение, самим собой то есть совесть спокойно и чисто но при этом по четверке кубков может быть это пресыщение то есть я устал от этих всех трудностей от непонимания сложности у меня опускаются руки это вот единственное что может если еще что то что на этом пути может вас останавливать до пятерка кубков разочарование до что я очень многое теряю на своем пути то есть когда мы акцент делаем на утрате они на и скорби переживания то здесь вот просто эмоциональное состояние она более негативное нежели если ты врешь но при этом при при обмане там совесть нечиста да то есть тоже как-то вот нет удовлетворения опять-таки все зависит первично что мы сказали по что такое честность по девятки педагли насколько человек психологически зрелая личность если это психологически зрелая личность да здесь не стает вопроса того что быть честным либо не быть обманывать либо не обманывать человек понимает что мои нравственные ценности они уже достаточно как бы так сказать высокого порядка да и человек понимает что обман лицемерие ложь это частоты более низкого порядка а мне для моей самости да вот по девятки педагли я четко понимаю свои темные аспекты это не то что у человека нету недостатков либо нету каких-то теней его темных аспектов он их просто принимает он понимает что это его составляющим понимает свои слабые стороны он от них не отказывается но он с ними умеет справляться он умеет с ними жить поэтому когда ему страшно он это в себе признает да то есть вот это вот и есть как раз таки один из аспектов честности дальше причиняем ли мы своей честностью вред другим людям в каких-то моментах да мы уже про это проговорили но стран давайте посмотрим да вот выпал рыцарь мечей да когда мы наша честность когда мы бескомпромиссный когда у нас есть четкое понимание что вот мы правы то есть еще раз скажу не когда мы видим истину а когда мы чисто субъективно видим какие-то моменты и вот хотим доказать другому человеку да то есть здесь вот не умение коммуницировать не умение принимать другие взгляды чужие взгляды отличные от нас от наших собственных взглядов вот здесь такой момент да когда мы ссоримся когда мы конфликтуем когда мы хотим что-то доказать другому человеку и также когда мы идем на пролом когда мы одержимы достижением какой-то своей цели каких-то своих взглядов да вот бывает так иногда особенно когда люди разговаривают на тему политики да вот данном случае например на тему ковида надо делать прививки не надо не вот есть фанатические стороны той или или другой или противоположной идеи да и вот люди доказывают то есть фанатизм как таковой да он может причинять боль другим людям еще если моменты когда мы причиняем своей честностью вред другим людям здесь интересный сценарий по шестерке кубков да когда мы знаете вот невинны это как у детей бывает да люди которые не умеют держать язык за зубами опять-таки здесь не про ман а здесь про то что вот мы не договариваем и бывает такое что честностью знаете вот сказал что-то и и не подумал что нужно было бы промолчать либо не вовремя что-то мы говорим но вот вот это вот детская наивность до открытость и честность дети им и им все равно когда и что говорить на то есть у них нету вот этого вот фильтра уместности я не говорю про то чтобы обманывать а вот здесь вот я иногда смотрю ролики в тик токе когда хочется потупить и там есть такие моменты когда дети говорят мам ты знаешь а вот папа вот это сделал да а папа вот это сделал то есть в принципе просто народе на пошел в козлил заложил другого человека вот здесь вот какая-то такая вот наивность может быть неуместная да то есть нужно было промолчать а человек сказал причем не не подумав есть такие люди которые да иногда говорят да говорят правду но ну не нужно было да не то что нужно было обмануть а может быть не вовремя а вот здесь тогда тогда да мы можем причинять не подумав не подумав здесь не зрелость какая-то вот детская проходит хорошо и последний вопрос бывает ли честность жестокой интересный вопрос когда она эгоистично жестоко тогда когда девятка кубков опять-таки девятка тогда когда мы акцент делаем на своем каком-то удовольствие да здесь может быть еще даже какие-то вот болезненные моменты когда я получаю удовольствие от того что я тебе говорю знаете вот опять-таки при 40 бывает такое накипело когда мы долгое время что-то держим в себе особенно нам женщинам это характерно и не говорим вовремя да а вот мы копим 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 какие-то состояния либо какие-то не недовольство а потом вот взяли и вылили всю правду всю честность на другого человека и как правило ну если эта женщина она как-то еще поймет а вот если мужчина вообще в шоке то есть когда это было то когда мы начинаем припоминать то что было там три года назад там пять лет уже время прошло до по уместности времени для понимания мужчин непонятно то есть к чему сейчас об этом мы говорили про другое у женщины есть такое понимание что если я начала говорить все меня никто ничего не остановит я начинаю припоминать абсолютно все что меня не удовлетворяет другом человеке да и вот здесь вот вот это вот как раз таки сейчас я тебя нашла сейчас я тебе все и расскажу о себе кто ты такой да такие моменты бывают это может быть достаточно жестоко когда не порционально а вот все сразу начинаешь выливать на другого человека возможно это даже правда но опять-таки скажу правда субъективная другой человек может быть вообще на нее смотреть абсолютно по-другому потому что здесь девятка конкурс говорит об удовлетворении наших каких-то знаете наши потребности просто получать когда я хочу что-то получить да и я делаю акцент на этом и мне абсолютно все равно допустим там что другой человек хочет сказать но при этом опять-таки я честен я говорю правду но правда для чего для того чтобы что-то получить для себя здесь эгоистичный момент ранее мы говорили по девятке что там тоже внутренние но там момент какой-то вы знаете вот целостности понимания есть некая осознанность до разумность а вот здесь нет здесь по девятке кубков человек не готов а за взаимодействие с другим но по человеком но при этом он будет как-то знаете привлекать обращать на себя внимание но не для того чтобы вступать взаимобмен а для того чтобы только получать только получать тогда вот когда я что-то хочу получить только для себя и мне наплевать на другого человека вот тогда да честность бывает жестокой ссори бывает ли еще жестокой да здесь выпадает восьмерка кубков когда человек уходит то есть когда мы понимаем опять-таки да помните в какой-то момент говорила сегодня уже о том что нам терять нечего когда как говорится уходя сжигаю мосты и вот в такой момент я ну в принципе это схоже с тем что я говорила ранее я могу сказать все что я думаю о другом человеке да потому что я понимаю что ты мне уже не нужен ты для меня не важен я иду дальше при расставаниях при разводах при разрывах всевозможных да то есть я вот то что копилось я готов тебе рассказать и пойти дальше тогда мы можем быть действительно жестокими правду скажем но какой ценой это будет для другого человека вот такой вот был сегодня расклад жду вашей обратной связи сегодня я не стала делать я даже не знаю сколько по времени это вышло но я не стала делать большой по крайней мере по ощущениям так чтобы сильно сильно углубляться вот потом соберу карты я с вами прощаюсь хочу пожелать вам прекрасных выходных выходных берегите себя цените любите цените время хочется сказать цените время вообще на самом деле болезни очень многое помогает жизни такая серьезная болезнь переосмыслить пересмотреть то есть есть возможность время сесть подумать о том не то чтобы то что мы утратили своей жизни а скорее всего что мы еще не успели сделать и поторопиться поторопиться сделать не просто потому что ты не знаешь когда твоя жизнь оборвется а скорее всего для того чтобы ощутить что ты свою жизнь прожил не зря вот это вот наверное самое такое прискорбное ощущение и сегодня мы смотрели это по тройке мечей да когда появляется вот это вот ощущение что как-то вот неправильно я жил не не то я делал да мне не так не так надо было по-другому и всегда есть возможность успеть успеть сделать независимо тому сколько вам лет я даже в последний день жизни всегда можно успеть сделать по максимуму для того чтобы вот как раз таки говоря о честности да то что мы говорили наша совесть была спокойна что я как минимум попробовал неважно результат но я хотя бы что-то сделал для ради этого всего самого наилучшего пока пока